Добро пожаловать! В минувшее воскресенье в Ивановском политехническом университете состоялся день открытых дверей. Гостей встречали с широкой улыбкой и предлагали познакомиться со спектром профессий, которые можно получить в ВУЗе. Причем можно было не только понаблюдать за работой художников или отделочников, но и непосредственно примерить на себя какую-либо рабочую специальность. Так, например, все желающие могли попробовать себя в роли сварщика на специальном тренировочном сварочном аппарате. На нем, когда наводится, не такая мощная искака в настоящем, поэтому это очень безопасно, чтобы новенькие новички, которые тренируются, чтобы они ничего себе не прожгли, не сожгли перчатки, не облаживали. А на мониторе показывается диаграмма, как варят, когда не слишком большой только, чтобы не слишком маленький, зеленый, как на этом сварочном аппарате, на таком. Проволочку приставляем, она зажигается, держим небольшую дугу, примерно миллиметр. Ну, варить надо в сварочной маске специально надеваем. Не менее интересная и важная профессия – товаровед. Его задача – уберечь потребителя от некачественных товаров. В ВУЗе изучают не только продукты питания, но и непродовольственные товары, прежде всего текстиль. И очень важно, чтобы на рынке работали профессионалы своего дела. Впускники направления товароведения, они, конечно, стоят на страже потребительского рынка. В нашем ВУЗе несколько лет уже действует Центр испытания экспертизы потребительских товаров, куда можно обращаться по всем вопросам некачественной продукции. Ну и кроме того, в рамках профориентационной работы в этом году мы впервые проводим конкурс, областной конкурс совместно с департаментом образования, который посвящен обществознанию и оптиминам проблем в развитии потребительского рынка. День открытых дверей позволил абитуриентам окунуться в будущую университетскую жизнь, где есть не только лекции и сессии. Все гораздо интереснее. Скажите, пожалуйста, что это за очки у вас в руках, для чего они нужны? Эти очки моделируют состояние алкогольного опьянения, то есть показывают человеку, как теряется его координация движения, если он выпил и сел за руль. Мы предлагаем и абитуриентам, и студентам пройти вот этот тест, чтобы они воочию убедились, что, грубо говоря, пьяным за рулем ездить невозможно, потому как полностью нарушается координация движения и может привести к дорожно-транспортному происшествию. Теперь я вас попробую попросить. Так, попробуем. Конечно, видимость, можно сказать, приближенная к нулевой. Что нужно сделать? Вам нужно обойти, попытаться обойти препятствие, не сбив. Задача сложная, с учетом того, что я вообще действительно ничего не вижу. Вот вы сами можете убедиться, что координация ваша нарушена, и вы не можете выполнить простейшие действия. Я, честно говоря, даже прямая, они, как сказать, не совсем прямая. Мы сами убедились, что координация при алкогольном опьянении нарушается. Политех известен как центр моды, и в этом воочию еще раз смогли убедиться участники мероприятия. Их вниманию представили коллекцию одежды, крылья, хеленые тадессы, студентки кафедры искусства костюма и текстиля. Кроме того, в присутствии гостей в этот день наградили финалистов областного конкурса «Политех-2018», в котором приняли участие более 150 ребят. Победительницей стала ученица гимназии номер 32 Алена Васильева. Первый отборочный тур нужно было написать олимпиаду. Она состояла из трех частей – математика, физика и на интеллект. В полуфинале у нас была интеллектуальная игра по мотивам игр «Где логика». Отвечали на вопросы, и потом третий тур – самый умный. Несколько игр в одной. Алена получила не только диплом, но и сертификат на бесплатное обучение в Политехе, если выберет коммерцию, и 10 дополнительных баллов при поступлении на бюджет. Теперь ей предстоит самое сложное – определиться с будущей профессией, а выбрать есть из чего. И что самое важное – выпускники не остаются без работы. В рейтинге вузов Политех на первом месте по трудоустройству. На сегодняшний момент, как я знаю, в регионе Политехническому университету нет конкурентов трудоустройства, потому что все направления подготовки – это все связаны с жизнью человека, непосредственно с нашей с вами. То есть, что касается строительства, что касается текстильного и так далее. Но хочется заметить, что не только в нашем регионе выпускники устраиваются. Далеко и за пределами. Это очень радует. В этом году Политехнический университет отпразднует свое пятилетие с момента образования. И весь апрель в вузе будут проходить мероприятия, приуроченные к этой дате. Любовь Почерникова, Денис Денизов, РТВ Иваново.